К новостям спорта. Футболист, не имеющий права играть за сборную России, должен с лета 2012 года считаться легионером, даже если у него будет двойное, в том числе российское гражданство. Это нововведение содержится в подготовленном Российским футбольным союзом проекте реформирования национальной системы подготовки сборных команд России, который публикует в понедельник газета «Спортэкспресс». Особое беспокойство вызывает тот факт, что в настоящее время молодежь не создает достойной конкуренции как игрокам основного состава национальной сборной, так и легионерам на клубном уровне, зачастую легионерам не самой высокой квалификации, цитирует документ «Интерфакс». За последние пять лет для национальной сборной команды России подготовлен один игрок – Алан Загоев. Переизбыток же иностранцев в клубных командах негативно сказывается на качестве селекционной работы при комплектовании главной сборной команды страны. Поэтому другим новшеством, содержавшимся в проекте, подготовленном РФС, является введение с сезона 2012 года обязательного присутствия на поле российских игроков не старше 23 лет. В матчах чемпионата российской футбольной премьер-лиги в каждой команде должен быть хотя бы один такой игрок, в матчах футбольной национальной лиги – не менее двух, в играх второго дивизиона – не менее трех. Для решения поставленных задач, по мнению РФС, необходимы, в частности, национальный футбольный центр. В РФС полагают, что мероприятие плана подготовки сборной команды по футболу к чемпионату мира 2018 года целесообразно утвердить распоряжением правительства Российской Федерации и выполнить их в один этап – с 2011 по 2018 год. Продолжение следует...